Итак, перед вами электроскоп. Электроскоп – это замечательное устройство, которое позволяет определить какое-то количество заряда. Вот здесь есть. Или же с его помощью можно также определить еще и потенциал какого-то заряда, который будет сообщен этому устройству. Что тут представлено? Перед вашими глазами внутренний стержень и стрелочка. Они касаются друг друга вот сейчас. И когда вы сообщаете заряд сюда, то этот заряжается одновременно, этот заряд распределяется по металлической стрелке и по металлическому основанию этой стрелки. И тогда они начинают отталкиваться друг от друга. Возникает сила расталкивания, и чем больше здесь будет заряд, тем больше отклонится стрелка. И вот мы сейчас попытаемся зарядить этот электроскоп с помощью вот эбонитовой палочки. Это эбонит. Он дает сугубо отрицательный заряд. Так же, как и янтарь. Ну, слово отрицательный возникло не сразу. Просто по определению считается, что заряд, который дает эбонитовая палочка, а также и янтарь, отрицательный. Ну, что тут говорить? Теперь надо взять какой-нибудь положительный заряд. Он получается у нас с помощью трения резины от стеклянную пластинку, кожу от стеклянную пластинку. Тоже так получается. Вот сейчас вы увидите, что натиранием, во-первых, снимается вот какая-то часть отрицательного заряда, то есть уменьшается, а во-вторых, если дальше продолжить, еще больше натереть, то это все зарядится положительным зарядом, и стрелочка отойдет уже вот. Теперь это уже положительный заряд. Вот тут воочию мы увидели, что они были разноименные заряды. Это заряд отрицательный от эбонита, а от стекла положительный. Что тут можно добавить? Отрицательный заряд – это избыток электронов, то есть вот этой вот шкурки, которые натирают эбонит, стекают отрицательные заряды, и появляется этот избыток отрицательных зарядов, находится на поверхности этого эбонита. Ну и наоборот, если стеклянную пластинку потереть, а резину, то стекло сбрасывает с себя отрицательный заряд, оставаясь положительно заряженным. Недостаток электронов, не более того. А электроны остались на поверхности резины. И вот когда вы касаетесь вот этого шарика, вот этого металла на электроскопе, то забирая эти электроны, уже этот недостаток электронов восполняется на поверхности этого стекла. Поэтому и появляется как бы положительный заряд. Вот это объясняется только таким образом. Избыток электронов, либо недостаток электронов. Продолжение следует... Продолжение следует...